У нас пришла весна и у нас наконец пришла нормально работать пора с садом. То есть мы уже закончили сезон обрезок и у нас уже начался нормальный сезон. И сейчас мы немножко говорили об этом, кто ходил ко мне в прошлом году. Мы об этом говорили осенью, я все время об этом говорю. Имеет смысл подумать о том, какие будут у вас проблемы заранее. Чтобы заранее к ним подготовиться и решить эти проблемы, пока они маленькие. Потому что когда они уже большие, это уже потери. Это уже потери декоративности, потери в урожае, разные печати. Поэтому мы должны с самого начала, перед тем как браться за хороший какой-нибудь опрыскиватель, разводить баковую смесь и идти брызгать деревню. Мы должны подумать о том, что мы собираемся делать. Мы должны подумать о том, с какими вредителями будем бороться. С какими болезнями мы будем бороться. Можем ли мы что-нибудь подкормить. Это как основные элементы питания, так и дефициты микроэлементов. И наконец, последним из этого ряда можно подумать о том, стоит ли что-нибудь как-то простимулировать. Потому что, ну, приоритетность в первую очередь. Сперва борьба с вредителями и болезнями. Потом подкормки. Причем сначала НПК, потом дефициты. И только в последнюю очередь стимулятор. Потому что на низком агрофоне, если не будет хватать удобрений условно, стимуляторы не сработают. Если у нас растение будет страдать от болезней и вредителей, то подкормки это тоже штука такая специфическая. Могут сработать, могут нет, могут даже ухудшить положение, если не знаю как. Значит, что мы должны учитывать перед тем, как браться за опрыскиватель? Мы должны посмотреть на наши растения. И посмотреть на фенофазу их развития. Все поняли, что такое фенофаза развития? То есть циклы развития вредителей и болезней, они привязаны, как правило, либо к сумме температур, которую они отдельно считают. Либо именно к определенным фазам развития самого растения. То есть в какой-то момент он просыпается, какой-то он мигрирует, какой-то он выдает фазу расселительную. И вот эти вещи очень тесно связаны, но так как мы не можем спросить Лю, предположим, когда она собралась проснуться, мы можем посмотреть на растения хозяина и определиться, что вот сейчас у нас пошли побеги, она начала просыпаться и как раз время обрабатывать. И, наконец, обрабатывая осад, мы должны обязательно учитывать сочетаемость препаратов. Тоже я много раз об этом говорю и буду говорить дальше. Баковая смесь штука очень опасная. Ее подбирать нужно очень правильно. В нее нельзя включать некоторые вещи, которые выпадают в осад. То есть, например, фосфорные и кальциевые удобрения не сочетаются между собой ни в каком виде. Они по итогам образуют фосфат кальция, который ляжет вам либо внизу в опрыскивателе, либо в форсунке и не сработает. То есть он не попадет в боковую смесь, как такую, и он вам испортит опрыскивание. Часто препараты требуют какой-то определенной среды. Вот большинству фунгицидов и инсектицидов в среда нужна кислая. У нас есть, например, очень классный стимулятор ольга или его аналоги. Все водорослевые препараты, они слабощелочные. Либо их надо специально подкислять, как делает фирма Валагро, чтобы получить готовый препарат стабилизированный. Либо они тоже портят баковые смеси. Фунгициды и что? Фунгициды, инсектициды, им нужно, как правило, слабокислая среда. То есть вот pH в районе, скажем, от 2 до 5. Но тут каждый надо смотреть индивидуально. Совсем по-хорошему это можно лезть на сайт производителя и разбираться с веществами. Ну, можно просто практически подобрать несколько смесей. Итак, вот самый ранний момент до распускания почек мы его уже проехали. Просто остановлюсь. Потому что меня столько раз об этом спрашивали, что лучше я остановлюсь еще раз. Значит, если мы берем аммиачную селитру, мы не берем ее как карбамид 500 г. Ее можно брать только чуть-чуть. И она вообще плохо подходит для внекорневых обработок. Лучше взять карбамид. Опять же, вот вариант карбамид-купорос. Это борьба с лишайниками и мхо. 30В здесь играет роль прилипателя. Но этот момент мы уже пропустили. Слава богу, все почки распустились. Сейчас мы пребываем вот в этой фазе. Зеленый конус до зеленого бутона. В это время наши деревья активно формируют листовой аппарат. Подумайте, что им в первую очередь сейчас самим нужно. Вот что они сейчас больше всего хотят. Азот, наверное. Правильно. Они хотят сейчас азот. Он им нужен для того, чтобы сформировать большие-большие листья. Которыми они потом будут сформировать большие-большие плоды. Фосфор калий тоже нужен, но в меньших количествах. Микроэлементы нужны в количествах весьма умеренных. Потому что еще с прошлого года вынесли, допустим, органику. Или что-то разложилось в этой почве. И весной, как правило, микроэлементозы наблюдаются очень редко. То есть можно давать только как профилактику. Но сейчас, как раз сейчас, вот этот момент, он самый удобный для обработки. Это то окно, когда можно задавить начальное поколение обредителей. Вот представьте себе. Вылупилась яйца в тля. Призимовавшая. Она через 20 дней дала 100 дочерей. Через 40 дней их уже 10 тысяч. И если вы сейчас убьете ее одну, у вас не будет проблем с этими 10 тысячами метлей. Конечно, кто-то там их съест. Какая-то божья коровка вам поможет. Каким-то дождем смоет. Их будет не 10 тысяч опять. Но, тем не менее, это все равно ужасно, согласитесь. И тут вы можете одним ходом, одним действием все это убить. Да, я очень добрый. Значит, поэтому сейчас, вот прямо сейчас, когда уже потеплело, имеет смысл использовать какие-то системные инсектициды. Сейчас контакт не менее эффективный, по тем же причинам, что все активно растет. И вот вы обрыскали маленький листик, а через день он, как тот гриб из мультика, вырос. И этот инсектицид, который его сначала покрывал ровным тонким слоем, уже распределился маленькими пятнышками по всей поверхности этого листа. И концентрация не та. На него не натыкается вредитель. И просто препарат не так работает хорошо. Поэтому используем системники в первую очередь. Причем лучше всего использовать те системные препараты, которые концентрируются в верхушке растущей. Это препараты тиаметоксама. Это Актара, это Энджио. Актара. Энджио. Нет, это странное слово. Группа препаратов, как они там называются? Группа препаратов тиаметоксама. Это действующее вещество. Нет, это для нас лучше. Не контактные, а системные. То есть системный препарат, он впитывается внутрь растения и делает все растения ядовитым для вредителя. То есть для чего можно? И палить можно. Тут сроки ожидания смотреть надо. Большинство энсектицидов имеют месяц до плодоношения. Я думаю до начала июня месяц еще в полном месте. Это может быть Энджио с Актарой. Это может быть конфидор Макси старенький. Но почему бы его иногда не применить? Это может быть Калипсо. Это может быть более новый препарат. Амплиго, где он тут у нас. Где-то валялась. Сингента выпустила. Не так давно новый препарат. Вот это. Называется Номбли? Я просто посмотрю. Одно из Амплиго. Просто по веществам он должен хорошо работать в этом году. А вот это для винограда тоже подходит? Ну смотрите. Не Энджио хорус. Хорус подходит для винограда. Там нужна большая концентрация. То есть хорус по винограду используется в разведении 9 грамм на 10 тыков. 3 пакетика на виноград. Не 3, а 9. Да. Потому что Милдью к нему просто более устойчив. И на самом деле это не самый оптимальный препарат для винограда. Он в том диапазоне температур, когда прорезается Милдью, работает значительно хорошо. Я рада дожелать им это где-то. Ну смотрите. Милдью представляет, начинает с собой опасность где-то в июне. То есть обработки от него имеет смысл начинать. Ну допустим вот сейчас вы пройдете с хорусом. Это будет хорошо. Это притормозит. Потом можно до 3 декады мая смело успокоиться. И в 3 декаде отпрыскать его какими-то препаратами, которые уничтожают переноспоровых грибов в приятных температурах. Это что? Ридамил Коут, Скор, тот же Ревус можно использовать. Ридамил? Это очень старенький препарат. Но там 2 вещества и он работает. Ридамил Скор? Ридамил Скор можно использовать допустим. Тут надо как-то по возможности чередовать препараты. В идеале вообще цикл использования препаратов. У вас должен быть даже не год, а 2-3 года. И тогда вы надежно. То есть тот же самый Конфидор не будет теряться. То есть это не каждый год надо чередовать? Чередовать. То есть сейчас достаточно много препаратов, чтобы вы могли 1 год использовать Анжио, 2 Конфидор, 3 Калипсо. И потом Караген. Да, конечно. То есть надо записывать чем? Потому что я сколько раз сталкивался со схемой. Вот появился Конфидор. Просто он прошел уже весь этот цикл, поэтому я могу о нем рассказать. Приходит дядько и скажет. Ось Конфидор, он такие добрые, такие добрые, дайте мне я буду картоплю брызгать. Побрызгал. Отлично. Первый год супер эффект. 99% жука не видно и не слышно. Все отлично. Один жук выжил. Его не видно. Где-то там прячется, тихо живет, никому не мешает. Второй год. Выжил самый устойчивый жук. Не обязательно самый везучий, может быть чуть-чуть более устойчивый. Попалась ему меньшая доза, он выжил. Окей. До этого не снова той Конфидор. Винтак добрый спрацелал в минулую уроку. Собидишь ничего не хочешь. Обработал. Окей. Только выжило уже не 99% погибших жуков, а выжило скажем 95%. Приспособились. Ну все хорошо работает, все классно. 95% тоже ниже экономического порога вредоносности. Можно не обрабатывать. Ну хорошо. Третий год. О. Что-то не то. Наверное разбавляют Конфидор. Не сталкивались никогда? Постоянно. Точно портят препараты. Вот такие нехорошие люди. Они возьмут, насыплют что-то не то, разбавят. Возьму-ка я двойную дозу. Бабах. Сработало. Всех убил. А потом на следующий год. Ну. Двойная доза это все хорошо. Опять возьму двойную дозу. Бабах. Не сработало. Наверное подделку купил. Пойду еще раз куплю. Пошел купил. Бабах. Не сработало. Все. 40% какой-нибудь эффективности. И уже как будто не обрабатывал. А если это не дай бог паутинный клещ. Или та же самая тля, которая размножается бешено. И восстанавливает численность за 2 недели. То это просто катастрофа. Жунта это не так страшно. То есть по жуку можно успеть второй раз обработать. А по паутинному клещу уже и нет. Вот чтобы этого избежать надо чередовать вещества. Оно может называться даже по-разному. Разные фирмы могут выпускать препарат с одним и тем же веществом. Чередуйте препарат. Добавляйте где-нибудь в середину цикла опрыскивания медь содержащая. К нему тяжело приспособиться. Это тяжелый металл. И вот можно допустим системник, медь содержащий еще один системник. Вот по такой схеме обработать. Как правильно понять на каком этапе обработать, чтобы предупредить? Ну вот первая отработка, чтобы предупредить идет не по зеленому конусу. Вот раньше Сингента упорно говорила, хорусом обрабатываем по зеленому конусу. В этом году я честно сходил на их семинар послушать, что нового они попридумывали. Они говорят, нет, хорусом не надо по зеленому конусу, лучше чуть-чуть попозже. Когда первые листики появятся. И логика в этом есть. Потому что препарат входит в растение через листовую поверхность. Какая листовая поверхность на зеленом конусе? И если уже начинает немножко возбудитель болезни приспосабливаться, то лучше чуть-чуть подождать эту неделю. Ничего дико страшного не случится, а вы получите более эффективную обработку. Нужно обязательно ловить температуру. То есть тот же хорус при температурах выше 20 градусов работает слабее. Тогда лучше брать другие препараты. Что еще? Крайне желательно, если вы знаете, что у вас щитовка, поймать тот момент, когда она ходит бродяжками. Когда она еще не сформировала щиты. Тут нужно, конечно, знать цикл развития каждого бредителя. И просто запомнить, в какие даты надо обрабатывать. Вот скажем, для запятовидной щитовки, которая в этом году море, посмотрите на свои плодовые деревья старые у кого есть. Попробуйте отодвинуть старую кору. Вы почти наверняка увидите там запировидных щитовок. Я как-то несколько садов посмотрел. На Киевщине, на Житомирщине их сейчас очень много оказалось. Вот против нее надо обрабатывать сразу после цветения яблони. Вот как только яблони отцвела, сразу же надо брызгать, потому что в этот момент единственный момент, когда она уязвима. По тле имеет смысл бить прямо сейчас или чуть-чуть позже. Но, опять же, тут лучше дождаться того момента, когда все хорошо сработает, чем потом лишний раз двигаться поискивателем и тратиться на препараты. И можно в ту же баковую смесь добавить удобрение с сдвигом формулы вазут. Ну, вот, собственно, вот эта баковая смесь точно работает. Она, может быть, уже, конечно, и старенькая немножко, но 100% никакой ни фитотоксичности, ни несовместимости препаратов не будет. Можно вопрос? Да. А вы говорили, что вот этот фонтофол, который 30-10-10, что это много азота и с ним рискованно? Ну, так если же это профилактическая обработка и у вас нет вспышки клей, то этот азот даст рост растениям. Он сейчас нужен растениям, чтобы сформировать листья. Ну, я просто говорю, в каких случаях вот можно этот 30-10-10, а в каких случаях лучше не рисковать вот этот азот? Смотрите, 30-10-10 нужен в тех случаях, когда вам нужен интенсивный рост эгеративной части растения. Это может быть рассада. Это может быть овощи до плодоношения. Это могут быть плодовые до плодоношения. Это может быть вариант, что у вас появилась какая-то катастрофа с туей и надо ее восстановить после ожога. То есть вообще это не очень хорошо, но можно сделать. Тогда используем удобрения со сдвигом воздуха. И это значительно лучше, чем использовать чистый карбанин. Что тоже, впрочем, часто делаем. И в этот момент мы можем подавить долгоносиков, пилильщиков, тлей щитовок и вот этот вот набор грибных болезней. А против тли еще скажите? Плантофол как удобрение и плюс? Нет, Плантофол не является средством против тли. Я понимаю, это как удобрение. А против тли что мы имеем? Ну вот против тли в этой смеси сработает Энжел. А вот Энжел, да? Можно его заместить другими препаратами. Конфидором Макси, можно Калипсо. Но в этот момент лучше использовать системные препараты. Как раз сейчас вот так вот. Чуть-чуть, ну вот буквально пару дней в плюс. Ну вот на выходные, как раз. На выходные идущие обещают. Ага. Так, хорошо. Значит, следующий важный момент это белый бутон. То есть, когда мы видим уже раздельное соцветие, уже у нас начинает прорезаться. Ну, это яблоня. Как правило, лучше все-таки начинать с косточков. Пропустить абрикос. И начинать, кто у нас там будет следующий. Слива, наверное. По схеме цветения среди плодовых деревьев. По срокам. То есть, когда мы видим отделение соцветия, это тоже очень важный момент, который можно обработать. Например, та же плодожорка, она уже может начинать откладывать яйца в этот момент. Или щеки в этот момент очень опасны могут оказаться. Вторая обработка против тли. То есть, как раз пройдет те самые две-три недели, которые будут с первой обработки. Ну и тут вот несколько вариантов такой смеси. Я тут дал конфидор Максис Децис и Профи. Они тоже между собой комбинируются. Единственное, что их ни в коем, как и Актару, их нельзя использовать под цветущим деревьям. Они для пчел очень токсичны. Что Децис, что Актары или Энжер. Тиавид Джет – это коллоидная сера. Просто сингентовская. И она предназначена, в первую очередь, для борьбы с мышнистой росой. Сера, она химически инертная. Она ни с чем не реагирует. Ее можно добавлять, в принципе, в любые боковые смеси. Скажите, пожалуйста, Вы сказали, кто токсичен для пчел? Для пчел очень токсичны препараты, такие как Энжер и Актара. И для пчел очень токсичен препарат Децис. То есть, не приведи Господи, он попадет по цветущему саду. Будет плохо. Поэтому важно угадать вот этот момент за пару дней до цветения. В связи с этим, кстати, Аленка такая большая проблема. Потому что в этот момент сад, по сути, обрабатывать нельзя, как она летает. Аленка мохнатая. А чем ее убивать? Ну, убивать ее можно чем угодно. Главное собрать. Синими ведрами. Синие тазики, отработки немножко. Можно пытаться ловить моменты, опрыскать. Но проблема в том, что он не живет на плодовых. Она приходит кормиться на очень короткий момент. И если в этот момент поймаете и опрыскиваете, будет хорошо. Не поймаете, будет плохо. Она на белые розы, в основном, летит. Ну, она плодовые очень любит. Просто проблема в том, что плодовые, опять же, не конец ее цикла развития. И дальше она улетает на сорняки в поля кормиться. На траве. Очень неприятное животное. Можно коллипсу пробовать, но тоже надо угадывать в момент лета. Потому что против нее малоэффективные средства защиты. Любит, зато синее. Да, вот на удивление. Это синие тазики. Это синие тазики. Отставят синие тазики и ведра. Во время цветения поделок, если у вас большая угроза оленки, вы можете расставить синие ведра, синие тазики. Налить туда водички, чтобы она там тонула. А, она там топится. И можно, например, пару капель какого-то масла нашитного капнуть, чтобы поверхность не пропускала кислородок. Ну да, это такие жучки, они из бронзовок. Такие красивые. Бродственники хруща, такие очень красивые, волосатенькие жучки. И бронзовки также, да? Маленки и бронзовки. Ну, это, скажем, вид бронзовок. Бронзовки это большая очень группа жучки. А, то есть это практически одно и то. Ну да. Сестры и сестренки. Ну да, вот как хрущая есть несколько видов. А скажите, пожалуйста, Конфидор, Макси, Децис, Профи, Пурус или... Если с плюсами, значит это сочетаемая смесь. А потом вот точка или Плантофол, да? Нет, это следующее. Это удобрение, просто посмотрите. Я не дошел еще до этого пункта. Следующее, секундочку. Это Конфидор или Децис? Их можно сочетать даже в одной смеси. Децис просто сугубо контактный препарат. Либо то, либо другое. Конфидор либо Хорус, либо Теорит. Конфидор можно сочетать с Децисом. Я лично это пробовал делать, получается. Я не совсем понимаю. Я должна Конфидор бросить, Децис, Хорус, Теорит, потом Плантофол, потом Макси, Кроп. Так? Да. Но опять же. Все в одно этапу. Да, можно. Можно. Но смотрите. Нужно ли? Это вопрос отдельный. Потому что я здесь даю, скажем, максимальный вариант смеси, который более-менее убойный. Причем я здесь не пишу про какие-то совсем зверские препараты, типа Маршалла, типа Норелла, Де, которые достаточно токсичны. Это то, что можно использовать в любительских садах, в частных, без особенных проблем. Следующий пункт – это удобрение. Удобрение в момент перед цветением лучше использовать с большой долей фосфора. Это Плантофол 105410. Если у вас есть монокалий фосфат, вы можете добавить в опрыскивание монокалий фосфата. Причем 5410. Причем этого монокалий фосфата нужно добавить очень немного – 5-7 грамм на 10 литров. Монокалий фосфат? Да. Значит, Плантофол или? И. Нет. Или. Монокалий фосфат? Да. Значит, здесь… А сколько его? 5-7. Ну, Плантофола 25. Монокалий фосфата? 5-7. Вообще, очень выгодное удобрение. Купил килограмм и весь сезон пользуешься. Это на 10 литров? Да, на 10 литров. Ну, или, ну, на полюшку. Да. Значит, здесь я указал, опять же, шкурус, но все-таки, и вторым препаратом, если мы первый раз обрабатывали хорусом, лучше использовать, например, Скор. Или, скажем, препарат Луна Сенсейшн. Это Байеровский препарат, но он в эту смесь тоже нормально впишется. Проверяли на розах, то есть на ямланях он тоже должен хорошо работать. Значит, что еще? Еще в этот момент можно дать какой-то стимулятор для увеличения размера кладов. Вот в данном случае я привел препарат Максикроб К. Это гормоны, которые будут стимулировать количество завязи, увеличение количества завязи и будут немножко позже стимулировать рост паров сразу. В тот момент, когда клетки завязи активно делаются. А это немножко рано, его уже по завязи надо. Ага, помню. Максикроб Крем? Да, Максикроб Крем. Он сводится тоже? Да. Все объединяется, короче, в единый баг, да? Да, вот там, где стоят плюсики, там точно можно объединять единый баг. Максикроб я бы все-таки дал отдельно, гормоны они очень хрупкие. Максикроб? Максикроб, допустим, я бы давал отдельно. Потому что гормоны, они очень хрупкие в боковых смесях, легко разрушаются. А каким промежутком времени? Несколько дней. Хорошо, а если я побрызгала, через час оно все высохло, могу побрызгать? Ну, лучше все-таки, чтобы часа два хотя бы прошло. Лучше, чтобы прошли сутки по ночам. Понял. А вообще, если вы проводите какое-то опрыскивание, то до дождя должно пройти два-три часа. Если прошло меньше, чем два-три часа, то пошел дождик, все смыл, вы берете опрыскиватель и брызгаете еще раз. Потому что иначе вы просто не получите эффекта или получите никакой эффект. А если липосам мы добавили? Ну, смотря какой дождик. А если Максипроб не он, а что легче можно взять, проще, поинтересно? Можно и бин взять или цифрон. А, то есть традиционно, да? Да. Очень хорошо, я смотрю, плодовые реагируют на альгу. На что? На альгу. Ее уже сейчас можно, да? В принципе, да. Это именно на рассаде? Вы знаете, мы вот с ребятами, которые умное хозяйство, попробовали на их рассаде обкатать вот эти водорослевые препараты. Ну там, правда, идеальные условия для рассады. То есть и подсветка, и удобрение, сколько надо. Слушайте, я никогда не видел такой рассады. А если сапропеллем поливать ее? Сапропелль это ж ил озер. Ну как им поливать? Его можно добавить в прошлой смесь. Ну да, развести и выдавить. Можно, можно навозным настоем поливать. Да, это нормально. Ну просто рассада выросла за месяц такая, как должна была быть за два месяца. Ну знаете, я думаю, что это все-таки фитолампа. Потому что это капец моя рассада. Капер. Я такого в своей жизни еще не видела. Перцы не маленькие, короткие, листья как у лопуховой уже цветки завязались, но они невысокие. Ну так и должно быть. Ну да я говорю, что так и должно быть. А помидоры, особенно ваш сорт Симко, это вообще какие-то гиганты. У меня уже не влазят на полку с рассадой. Ну да. Уже надо в теплицу тягать, потому что уже начинают... Восилять их всех уже в теплицу. Хорошо в теплице. Дальше формирование плодов. Это вот когда плоды у нас вот такие. В этот момент в них активно отделятся клетки. Они активно растут. И активно нападают бабочки. На них в этот момент. Поэтому используют препарат против бабочек. Фунгицид от парши. Фунгицид от мучнистой росы. И вот такое вот удобрение с равной формулой. Плантофол 3,20. Это рост плодов. Матч. Позвучите пожалуйста. Я вижу. Матч. Матч. Скор. Табас. Плюс Скор. Это вместе их надо? Да. Вот это можно все вместе. Матч или проклейм. Это хорошие препараты. Но они работают только на первый, второй возраст гусениц. Поэтому с ними нужно вот тоже угадать момент. На две недели позже обработаете. Эффект будет не тот совсем. А вот эти препараты, которые бенефит с мегафолом. Это тот самый момент, когда они будут наиболее эффективны. Вы же попробовали, Татьяна, в прошлом году. Как раз вы угадали точно момент. Да. У меня были очень хорошие от бенефита. Особенно важно, если у вас завязалось много плодов, а вы не хотите их прореживать. Но не хочется получить вот такую вот мелочь. Еще раз, бенефит это что? Это препарат для увеличения размеров плодов. Амегафол это аминокислоты. И он антистрессовый препарат. Просто особенность бенефита в том, что он вызывает стресс у растений. Как бы это нормально. После опрыски. Если вы добавите туда амегафол, то дерево себя будет чувствовать значительно лучше. Кстати, у клубники эта смесь тоже хорошо работает. Все. Значит, вот если по плодовым брать, то это начало цветения белой акации. Что еще я пропустил? Если у вас косточковая вишня-черешня. А, и там вот эти гусеницы. Да, и там заводятся червяки. Этот червяк называется вишневая муха. Это существо, которое зимует в земле. И где-то за неделю до цветения белой акации у него лед. Если у вас где-то там растет желтая акация, карагана, может видели? Да. А вот имеет смысл ориентироваться на ее цветение. Вот помните то, о чем я сказал в начале. Фенофазы развития растений и фенофазы развития вредителей тесно связаны. И в момент, когда зацветает желтая акация, вы проводите опрыскивание растений любым инсектицидом, который действует на вишневую муху. Например? Конфидор, Калипсо, Децис, даже Актелик можно использовать на ядовителе. Амбриго вот этот можно использовать. И как раз это, скорее всего, совместится и с обработкой от плодожорки. То есть сады только что отцветут. И убьет вишневую муху. Угадайте момент, не будь червяков. Надо посадить желтую акацию теперь срочно. Самый первый матч, что не указано количество миллиметров. Если я не ошибаюсь, я просто не помню, там, по-моему, 4 миллилитра. То есть там вся упаковка идет, пакетик идет на 5 литров. На 10 нужно 2 пакетика, это я точно помню. Сидеть лица. Значит, сейчас появились новые препараты, которые можно вводить в схемы обработки. Это амбриго, тот самый, о котором я говорил. В нем вот такие вот вещества, как и андоцегалатрия. Их вор нейтронелепров. Хорошее вещество. Хорошее, это то вещество, которое в коррогене. Суть в том, что оно новое, к нему вредители еще не успели приспособиться. Если вы много лет обрабатываете с садными тем же препаратами, то его можно внести и будет хорошо. Вот волиамфлексии, это тоже хороший препарат. Там диаметоксан и вот этот самый хлор нейтронелепров. Мне не очень нравится тенденция комбинирования действующих веществ в новых препаратах. Но мы все равно сделать ничего не можем. Из фунгицидов, вот этот Луна Сенсейшн, очень интересный фунгицид. Тут Фуапирам и Трифлоксистраби. То есть тоже комбинация двух веществ, в которых очень широкий спектр возбудителей болезней диреклевая. Он очень хорошо работает по парше-планологу. Он хорошо работает по манилене. По курчавости персика. Немножко хуже по ржавчинам и по мощнистой аэросен тоже работает. Для этого надо. Да. А первые два инсептициды, да? А первые два инсептициды. Ну, из того, что замечал я, насекомые-вредители заметно быстрее обретают устойчивость к препаратам, чем все-таки болезнетворные инсептициды. Тем не менее. Так. Значит, фаза грецкого ореха. Тут надо будет побороться как-то с термой и стяпанивать водородом. Ну и продолжить борьбу с паршой и мушнистой аэросой, особенно если будет жарко. Потому что мушнистая аэроса любит, когда жарко и достаточно сухо. Тут я дал вариант баковой смеси из калипсо. Скоро. Ну, можно октану еще добавить. Продолжаем тот самый плантофол, который рост плавал. И вот здесь можно дать дополнительную подкормку кальцием и бором. Это может быть либо брексиокальций, либо это может быть кальциевая севитра. Брексиокальций, конечно, лучше. А плоды как реагируют? В смысле? Плоды растут. Они не побеждаются? Чем? Кальция? Нет, плоды от этого становятся лучше. Потому что это профилактика плодовой гнили в первую очередь. То есть, если вы видите не остаток кальция на яблонях, это в первую очередь проявляется тем, что они гниют из вас. И плохо хранятся потом, если это зимний яблон. То есть, гнили при хранении это второй момент, который сразу видно по яблоням. Плюс, что можно добавить, вы сказали, или дрексиокальций? Дрексиокальций, но его лучше не добавить, отдать отдельно. Или кальциевую селитру. А кальциевую можно внести? Нет, кальциевую селитру вообще лучше отдельно от всего. Кое с чем ее можно, но в баковых смесях она ведет себя очень плохо. Дальше созревание плодов. Мы к этому еще будем возвращаться. Видите, квантафол уже идет в 5.13.45. Брексиокальций обязательно. Можно дать брексиокальций, потому что в этот момент начинаются микроэлементозы. И можно добавить препарат, который ускоряет созревание и покраснение плодов. А отрексиокальций называется? Созревание плодов. Надо плоды начинать менять окрас. Можно повторить еще по поводу вот этих микроэлементов? Какие там брексилы на созревание? Ну вот брексил мульти я дал и брексил кальций. Можно использовать брексил микс, но в мульти больше железа, но очень нужно плодов. Брексил мульти 15. И СВИТ это препарат, который ускоряет созревание. Собственно, вообще, если у вас какой-то поздний сот, который плохо вызревает, то вот это очень хороший способ, чтобы он быстрее вызрел, чтобы повысить сахаристость плодов. Это брексил мульти? Нет, это СВИТ. Это препараты, которые биопрепараты. Вот это у нас инсектициды и окарициды. Это у нас эти фунгициды биологические. Я сейчас не хочу останавливаться на этом подробном, потому что мы об этом будем говорить дальше на следующих семинах. Это так просто, как опорный вариант. Потому что биопрепаратами реально очень тяжело. Исключительно на биопрепаратах сад держать очень реально. Очень нереально. Не получилось. Можно, но это нужно каждые три дня бегать вокруг него с опрыскивателем. После каждого дождика бегать с опрыскивателем дополнительно. Тщательно соблюдать кормежку. И ночью добывать? Ну, как минимум утро. Вот два часа дерево было мокрое, уже надо обрабатывать. Два слова про хвойные, потому что они сейчас практически у всех на участке. Хвойные, это актуально. Значит, по поводу, по хвойным я дал специально слайдик, вот на апрель, начало мая, когда начинается рост по берегу. Вот это то, что можно внести под корень, а вот это то, чем можно обработать поверху. Под корень, это варианты внесения удобрения. Ну, активин, азотный. Причем по хвойным здесь можно не так сильно бояться ранней весной внести, что вроде как 20, это довольно много азота, потому что он будет 3 месяца высвобождаться. И это выйдет, если в пересчете на месяц, то выйдет не 20, а 7, и то не полных. Можно добавить какую-нибудь арвью весну, например. Еще как? Что? Арвью какую? Ну, весну можно добавить. Тут годятся весенние комплексные удобрения для хвойных. Ну, комплекс это очень экономная версия. Там содержится хлористый калий, а его хвойное не очень будет. Вот Viva Stendown это хороший вариант для повышения иммунитета. И если вы берете какие-то водорастворимые удобрения, то обязательно надо промочить корневой куб. Делать это, в принципе, можно уже сейчас, почва просохла, уже более-менее прогрелась, уже растения активизировались, значит рост. Собственно, вот когда вы увидели первые раскрывающиеся почки и первые растущие побеги, вы можете как раз заниматься подкормками этих листов. То есть или то, или то, или то. А Viva плюс киндал по листу правильно? Нет, Viva плюс киндал можно подкорить. Тоже подкорить? А, да, точно, что подкорить. Если мы обрабатываем по листу, то мы можем взять хорус, потому что он хорошо работает при этих температурах. Можем взять тот же самый Энджио. В принципе, те же самые. Щитовка хвойная вполне себе уязвима к Энджио в этот момент. И, скажем, плантофол менее азотный. Но и обязательно прилипать к хвойному. Еще когда вы опрыскиваете хвойное растение, старайтесь перевести на максимально мелкую каплю. Потому что они густые, у них сложно покрывающаяся препаратами поверхность хвой. И имеет смысл делать так, чтобы оно попало в облако из туманов. Сейчас потеплело и уже пора вспомнить про это животное. Все узнали животное? А, сам шутилогневка. Ага. Она просыпается в этих градусах 10-12 градусов. И если вы сейчас уничтожите баночек, которые решили откладывать яйца, то потом следующий сезон пройдет заметно проще. И для вас, и для сам шутилогневек. Ну, меры борьбы тут еще прошлогодние. Я еще не пробовал на ней новые препараты. Поэтому, ничего по этому поводу сказать не могу. Двойная концентрация Актелика. Работал препарат Аперкот. Работал вот этот вот ужас. Би-58. И на гусениц младшего возраста, это где-то недели две, две-три плюс от сегодняшнего момента, могут сработать такие препараты, как Мертимек, Проклеем и Мачи. Итак, сегодня у нас был семинар, посвященный апрельским работам в нашем саду. Ну, на самом деле, мы залезли немножко еще в другие работы, но в основном это были работы в саду в апреле. Наш следующий семинар будет посвящен борьбе с сосущими вредителями, что будет как раз наиболее актуально через неделю. Это будет для щитовки, может быть, немножко задением палатинных клещей. Ой! Поехали! Отец! Поехали! Поехали!